Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 что схема сейчас работал мячу часовым мастером ясно сегодня бы мячурин копался бы на своем участке он бы как обязательно бы копался писал бы статьи он был очень непримирим на по на самый неприимаемый был знаете кто байкалов его не любила руководство не любила правительство республика он покрыл правду матку и он когда он сказал дайте мне участок помните под синие особо дайте мне участок у меня уникальная сорта его сказали пошел ты вежливее конечно что вы это наша рублевка как москве рублевка я кричал бил колокола меня туда вся россия знала сейчас забывал забыла вот у меня с госдумы звонят сейчас поможем у вас там абрикосы где пока да уж еще такой это я говорю да он заслуженный агроном россии он больше про этот самый директор минусинской станции второе позначение ночи себе там что еще и включится на дачную землю сейчас красноярская абаканское правительство в госдуме показала вот такой кукиш кучу чего вот так бывает и вот поняли да вот это горький конец нашего разговора нет еще не конец гениев у нас назначают последний день они назначены я специально ним скажу это очень важно ребята вот может быть сегодня такой получился не совсем ученый разговор вот это знаете кто это писал это писал и где сейчас поймете один из основателей современного сибирского садоводства в с бородич почетный гордин города сынногорска заметьте садовода назначили по почетным городином кавалер ордена знак почета заводились вклад садоводства а вы думаете что я сам сочинил это я прям с этого перепечатал вот вот эти два человека очень сильно дружили вот он это выдающийся человек если бы не он помните с каким черёвушки майнер одноэтажный сяногорск это это невероятно это феномен вот кому обязаны это дикая энергия уже нет рук вот так по плечи а это а он продолжал работать и однажды мне сказал константинович идем фотографироваться вот и получилась следующее потом он дал фотографию когда приехал и говорит я буду делать мы будем делать из себя почетного гражданина садоводства от этого достойно присал ко мне поэтому с красноярска стимулина главный редактор газеты сады сибири и сказал вот про него статью пишите все с вас угоститься прикусы вот это было но потом теперь денег у нас назначают а вот знаете и вот получается что вот это вот когда я видела за а вот эта фотография вот зеленая фотография расселённые эти веточки они расселённые смотрите это моя фото каравол украли очередной раз оказалось нет я так удивился это наверное единственный нет все второй случай вот когда меня перепечатывали они не ставили мне в известность и так садовый мир я вот так поглядел ну интересно же кто фотографии присвоил тем более тут же видите белая лея тут еще и реклама тогда я беру крупный план о вторая моя фотография каравол украли нет слушайте дальше интернет магазин белая лея под эту марку под эту рекламу выдали мою статью смотрите и так это очень важно кто-то меня вчера пришло может быть у бородича может быть у байкалова может быть унициация небеса у кого-то может быть какой-то юбилей по смерти не знаю вот нашло для меня и вот это само нашлось но не ожидал а знаете почему что тут самое интересное то сейчас ниже покажу сейчас поймете но и с вами боролись не просто гигант он ламос с честью переживший ледниковый период советскую власть перестройку и дикий капитализм его авторитет был так высок что я даже не пытался с ним познакомиться просто стеснялся хотя между нами было все 10 километров после одной из моих публикаций в местной газете раздался звонок я уже нагрел оказалось наш патриарх садоводов решил серьезно поговорить со мной так как принципиально не согласен с этими приемами пропагандируемые мной я уже тогда был изгоем первый разговор получился нелегким ну по телефону каждый слышал сам себя а не оппонента расстались прохладно потом до меня дошло а раз уж бесспорных приемов садоводства не бывает то мне новобранцу надо все же присутствует ветеран я решил по своей инициативе поехать владимир степановичу на казнь вот взял и поехал вот так голову склонил все пусть убивает и вдруг дружеские объятия с тех пор долгие прогулки по саду бесконечные разговоры споры на общие темы и знаете чем меня обнимал великий садовод протезами в результате производства травм у него сгорели руки по плечам вместо них приспособления с крюками десятка видов с их помощью он ест пьет пишет копает велика врачи великолепный сад собирает урожай и так да почему я так подробно потому что его надо изучать в школах вместе с подвигом летчиком оресева я смотрю вот только до меня дошло так это же моя это глава книги вот ну про чернобаева мы не будем живой сраны все николай иванович чижик тоже не будем ну иначе мы чем больше не успеем николай иванович тебе тоже царство небесное желаю надеюсь вы там они дружили чижик дружил с этим самым воемом степановичем так вот и наверно они сейчас райском саду и самое страшное что их объединилось сказать я не могу этого не сказать у меня вот это сидит потому что я один никому в голову не придет то что я сейчас скажу я еще ничего сказал но вот это я говорю оба тяжело жили оба были тяжелым состоянием оба были тяжелыми инвалидами но оба не выходили из сада и оба упали разбили головы и умерли вот такой смертью не естественно умерли от того что они падали разбили головы я сказал себе таким людям нужно особые особые санатории красную криву где там 125 это чижик а 120 эти там носи это самый бородич и особые люди особая там эти как назвать и однажды это было самое страшное как было обидно ему когда мне позвонился константинович представляешь я была приемного врача у них рук то нет а вот на приеме врача и когда надо было одеться одеться значит одеть эту пиджак он же накидывал сверху медсестра отказалась мне пиджак накинуть мне было так обидно я лучше этот не лучше как почетный гражданин города сайногорска и еще и мэн и так было обидно я даже заплакал и вот такие люди они особые за ими плечами ведь николай ивановича чижика я поддержал это же от него пошло сувенир восток это судьба была моя до якобы николай иван чижик последние слова были племянница мне сказала когда я приехал а его уже не было видны последние слова были а вас а железы вот это значит что он передал инициативу передал мне сапету вот это ради этого и живу понимаете и ради того чтобы пить из себя как меня выставляли вот они лучшие люди и я хочу сказать что к ним нужен особые 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 отношения они должны были не только что вот уже этот заработал ну последний кому степановичу он последний кому все-таки орден дали за садоводство а больше не дадут никому и никогда вот а елена сансович если поступит в этот унии весельский институт ей дадут тему вот и она возьмет и будет такой же вот такие плоды еще через 30 лет предъявит кто бы времени она будет старшим научным сотрудником зарплаты к уже 20 тысяч рублей и будет на эти деньги жить и выживать поняли чего вот так вот и вот это вот я увеличил увеличил но это не эту данном случае это очень важно почему потому что это речейший случай вот еще упомянул все скажу к чему байкалова бодра про про того про того тоже есть главы так потом по счете мне уже я устаю устаю и уже мне трудно даже читать вот читайте я пока проглочу глоточек чая видели вот это вот вот еще два уникального человека так обидно было все они раньше жизни ушли их можно было поддерживать да и кремлевская больница надо было возить на санитарном самолете вот так и что дальше сказать это заканчивается статья я просто увеличил это самое за вот видеть и ошибки тоже снизу это из журнал с ошибками до валерий константинович а дальше оказалось чудо в том вы статье можете найти в газете волшебная грядка 2010 году я напечатал эту статью в газете волшебная грядка вот и вдруг вот пусть вот так 7000 человек смогли прочитать вот здесь вот здесь вот здесь в садовом мире взяли просто перепечатали не ставили мне в известность они не обидно и не требовать их не гонорару я не требовать их ничего 7000 познакомилась вот эта статья вот вот и узнали то чего не узнали бы нет когда они от кого про великих садоводов про великих садоводов и страна не знает она страшно что 99 процентов что и не узнает вот так и друзья сегодня у меня а еще не все дочка красноярка это красноярск это крутовский значит сделали это весь гигантский портрет на всю пятиэтажку это 5 даже если не ошибаюсь торец здания вот самые выдающиеся люди красноярска том числе и сюда попался да вот крутовский вот видите ученый-селекционер сибирского сада сожалению продолжать то надо было другими темпами и прививками но это вот я и было что-то сказать а сейчас выдающимся гранитными гениями назначают вот назначат и будешь ты этим выдающимся не назначат будешь никто и будешь продавать пастилу в одном случае вот саженцы в другом случае вот такие дела ну а это так получилось что подмосковный питомник вдруг вылез со своей рекламы и не могу держаться идут воды миллионы не могу успокоиться женщина выбросила огромные деньги огромные вот сколько перед ней работы пока она будет мучиться пока ее деревья будет мучиться медленно умирать вот что будет с крыма я ничем не помогу все равно сдохнуть вот у нас такой снег выпал по колено здорово я уже думал все свои дома может быть и перчики укрывать не надо их наклонил не все части так называть страховой фонд четыре дня и все с а теперь мороз ударит вот и все и вот то раньше не так будет там же тоже снег растаял тепло было все с мороз ударить и прощаюсь и вот получается нарисовали нарисовали и они бы я расшифровал помните нарисовали 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 и так как сделать чтобы миллионы людей знали что они нарисованы Они простые, наивные. Я ещё раз говорю, среднестатистический россиянин, он доверчивый. Наивное – это обидное слово, а доверчивое – это хорошее слово. Вот эта доверчивость идёт рядом с совестливостью, с добротой, доверчивость, понимаете? И поэтому мы так и живём. Мы верим. Ну как же нас обманывают? Просто я хочу иметь вот так вот, вот хочу это. Помните, семечку посадил, через три месяца имеешь вот такой же горшок, вот как тот, на подоконнике. Вот, через три месяца семечка, вот такой вот. И верят, а иначе бы рекламу, которая дорого стоит. Дорого. Её бы по всей стране не делали. У меня опять она появилась. Вот только в этом году третий раз. Но они не знают, что я жил. Им всё равно, кому рассылать. Дураков-то хватает. Но слово «дурак» обидно. Назовём доверчиво. Вот. И ещё это учёба. Почему я пишу? Сами выращивать, сами. Дело в том, что третий раз я увидел, в те разы даже подробно, даже фотографии делал, всё. Дело в том, что это всё будет посажено. Это, наверное, замечательный человек. Но кто ему разрешил, ведь кто-то же должен отвечать, есть такое выражение, за базар отвечать. Извините, уже уголовный сленг. Как иначе-то? За базар отвечать надо. Ведь они цветут. Они двухметровые. Он же их садить сейчас будет. Чветущие. Что будет после этого? Я бы очень хотел, если бы это было, ну как, какой-то... Ну, нет у нас таких людей, чтобы мог позволить себе найти его. Дальше будет большая площадь. Дальше будет копаться огромная яма. Заполняться десятками всякого дерьма, которое, я считаю, только вредит корням. Я считаю. Ну, наконец-то они посадят. Целый час где-то они делают это. Они усадьбу, телеканал заплатят им, чуть не сказал, серебряники. Ну, если раз садят цветущие, значит, серебряники, а не рубли. Посадят. Посмотреть, ведь прошли годы, ведь я это ещё в прошлом году видел, этот же сюжет. Посмотреть, как они выглядят. Особенно весна придёт, зацветут. Я 90% уверен, что сада не будет. Они зарабатывали деньги, применяя эти дешёвые приёмы, банальные, да. Очень дорогостоящие, очень с точки зрения заполнения ям дорогостоящие. Очень, казалось бы, эффективные, на самом деле крайне неэффективные. Ещё год-два и увидеть мёртвый сад. Я уверен, что он будет мёртвый. Как сделать, чтобы люди увидели? Как сделать, чтобы люди увидели, на ВДНХ там садили сад за садом, а я видел, что это, садят такие саженцы, как будто специально издеваются над это. Ну, а в какой-то речи, вот сейчас отрежь две трети, глядишь, бой прижился. Ну, так нельзя, это нехорошо. Садить во время светения, я не знаю, как это называть-то. Слов нет. А вывод один, выращивайте сами. Вот и всё, что я хотел сказать. И так, значит, Юлия Сергеевна, это самая большая посылка. 150 черенков. Ох, как другим не повезло. Кто опоздал. Почему ещё раз показываю. Пришло время. У меня была учёба с учёбой, я вас учу, как умею. И так, у Дарьи Мороза было 18, 20, 22, пару дней. Я поехал, ну, потом уже 15, 10, я поехал резать. Уже не так руки мерзли. Как будто чувствовал. Когда осознанная масса была нарезана, вернулась массовая температура. А я, Железов, я же горжусь своей фамилией, вот, я сказал себе, я никогда при плюсовой температуре не буду заготавливать членки. А если бы тепло продолжилось, а я бы нарезал, сколько людей бы я подвёл? Вот сейчас они спали, спят вот сейчас. И у людей пусть спят. Ну, небольшие рекорды в этом посылках 4 дня. Спасибо, 5 дней, 6 дней. Было тут как-то задержка несколько дней. Но это было связано не с поездами почтовыми, и не с самолётами. Это было связано с... прихожу, почему не отправляете, уже 5 дней, а мы что не можем сделать? Вернуть не можем, чтобы я отнёс на другую почту. Всё зависло, компьютеры не работают, и вернуть не можем, и отправить не можем. Но, слава Богу, 5-6 дней всё-таки пошло, а 5-6 дней задержка, получается, в сумме 10-12 дней. Для моих семенков это без... Это не опасно. И вот тогда ещё раз про детей. Ну, сегодня такой особый день. Учёбы почти нет. С этого возраста где Кружки Юнатова? Вот я ещё говорю, Лёна Александровна Савельевича, вот... Ой, как же это твой губернатор это зовут? Уже начал забывать. Только я говорю, Михаил, Михаил Кутуков, бывший министр науки высшего образования. Вот теперь твой губернатор, он тебе вручил премию, назвал лауреатом, премия государственная, спасибо ему. Вот. Ну, кто-то ж знал тебя, раз дал такую премию. Вот. Ну, а дальше-то что? А он бывший... Я говорю, ему будет подокладную записку. Давайте возвращать то, что это так легко делать. Губернатор края может сделать это. Ему достаточно только захотеть. И вот появляются кружки в над. Вот. И вот уже дети в пришкольных участках. А там очень много пустой земли. Я в СИЗО замечал. в СИЗО спасатки были 70-я школа в Кемерове. Там тоже было, кажется, много пустой земли. Ну, можно даже возродить. Ну, вовремя подъехать, наверное, к губернатору со своими идеями, да, Ирина Александровна. Ну, и себя показать. Новая программа для школьной биологии. Почему мне это не нравится? Ну, я притиковал, помните, когда черным по белому написано в биологии в школе, что у людей нет, у человека нет души. А это Сеченов не человек, а это током дергал, а этих лягушек. А потом может быть, он и мертвых людей током дергал. То есть подводил ток, лежит труп, а нога дергается. Наверное, он это проходил. И тогда получалось, что создаёт труд, а в нём написано, что это дыхания нет, труп настоящий, окоченевший, а нога дергается. Значит, получается, душа ни при чём, и вывод, у человека нет души. А дальше помните, что это было встречено с энтузиазмом широкими общественными кругами. Помните? Так вот новошкольную, это, я не знаю, современные, вот сейчас биологи не знают. Я прошу вас, давайте тут разберёмся. У дети закончили школу или очередной класс? Пришлите мне учебники, пожалуйста. Будем разбираться. Нельзя, наверное, так, а неужели до сих пор у человека души нет? У меня нет, у вас нет. Так, это мой внук, ему уже 12 лет, Тимофей Николаевич. Он меня, видите, там за его спиной лежат черники. Это на продажу, он мне помогает. Вот. Это мерка. Молодец. Зарабатывает деньги, и она небольшая. Ну, поработал, часов пять, то 500 рублей заработал. Вот. Это мы успели. Почему он всегда босиком голова, и почему, когда без перчаток, невозможно одеть, садкандалом. Любой мороз. Вот. Но это его особенность какая-то. Там ноги одете так же. А это я к тому, что у него руки мороз, видите? Не закрыты. Вот. Сейчас пойдём дальше. Здравствуйте. Посмотрел каталог. У меня 30 штук груш под боем. 30? Сколько черников мне нужно для привода? Для привода такого количества. Не хочу брать лишнего, потому что жалко выбрать. Конечно, и денег жалко. Только спорил. Сейчас я вам одежу послал прочитал. Но перед этим скажу следующее. Хотите сэкономить? Берите черника, три нежных фрагмента. Под нож попадает одна-два почка, одна-две. Как я кажется, вы видели, я всегда снизу требую от вас. Начинаем. Снизу берем ветку, шик, боковой срез. Делаем боковой срез и плюс две-три почки. Шик, отрезали. Всё, черенок готов. Потом второй черенок и третий. Дальше выбрасываем. Если вам жалко выбрасывать, делайте четвертый, пятый. И вот когда я это делал, это будет последняя тема, она важнючая, важнейшая, важнейшей не бывает. Для приватчиков, потому что этому нигде никто не учит. Два случая у меня с этого. Я рассказывал давно, я лечу, быстро лечу в самолёте передо мной сидит, человек и вот так вот держит, прямо вот так вот держит, тщательно замутанная саженца. Что это? Ответ слива. А я летел с Агрокистана с командировки, и человек оттуда вез саженца слива в Сибирь. Мы же это металлурги. Вот. И там тадас и у нас ас. И тогда я умолял, он говорит, вот такие вот сливы. Умолил только на верхушке, то есть оттавил мне верхушку, а две. Я привил, вместо вот таких получил вот такие вот сливки, но много. Вот я понял, что верхушка это одна крайность. Второй случай был Армения, то же самое, я для чужской командировки, то же самое, саженцы, для молодого сайоногорского города, как называется, демирчан, ведь не забыл же. Вот. И тоже верхушку отломали мне, уговорил, хоть человек злился, но отломал, привез, вырастил. Демирчан-то вот такие яблоки, он мне показывал пальцами, а у меня выросли вот такие вот, ну, меньше ранетки. Вот. Это поначалу, потом, может быть, что-то было бы еще, но я на этом по руке опустил. Второе, третье поколение я тогда не знал, что это надо, что можно вернуть им. Но это потом. Итак, я упустил два момента, а Чернышев Валерий Петрович, мой единственный ученый, который отнесся ко мне с величайшим почтением, вот, он работал заместителем директора зональной станции садоводства города Саратова, в его письме, он десяток писем было похожих на инструкцию, вот, и тогда он мне написал, берите, допривьте, одну, нижнюю треть ветки, помните, повторяюсь, почему сейчас поймете, именно там находится максимальное количество пластических веществ, что такое пластические вещества, я сейчас не знаю, все, некогда посмотреть, ну, понятно, нижняя треть, тогда я дошел, я люблю страпорировать, если там совсем худо, середине лучше, а самая нежная лучше, но я на этом не остановился, это уже проходили, а вот это не все, не все знают, что сейчас скажу, и так я родил постулат в результате прививок тысяч саженцев, чем толще черенок для прививки, при максимально длинной срезанной ветке, тем мощнее вырастает, еще мощнее, при прививке на двух-трехлетний подвой, в основном, они в штамбе и прививке на месте, для чего я это пишу, дело в том, что Сергей это знает, Савельевич знает, но страна не знает, дело в том, что еще раз, если я умудрился привить на двух-трехлетний подвой, мощную ветку прироста, то есть привоя прироста, вот, они в основании вот такие вот толще бывают, представьте себе два метра высотой, сейчас увидим, вот, и тогда, если умудриться привить, то саженец уже не среднеметровый, и даже не полутораметровый, понимаете, вот, а вот такой, за один год, вот они, трехметровые, это за один год, поняли, да, ну, дальше уж, чтобы польза была, максим, хоть какая-то польза была от сегодняшнего вебинара, когда я, у меня вот здесь вот, видите, абрикос погиб, вот, привитый абрикос, причем академик, он первое поколение было слабое, у меня сейчас есть, а, это первое поколение, последнее дерево, избито морозами жутко, но я еще, еще, еще с ним ветки беру на прививку, а вот это его соседка, у меня есть фотография, где я показывал, стыдно повторять, турсоном стою, а там вот такие вот плоды, но почему-то они уже не сто, сто двадцать грамм, а где-то шестьдесят, и тогда я, когда сфотографировал низ, а потом сижу дома, думать же надо иногда, я думаю, господи, ну, если вот это еще, допустим, выше прививки, где была прививка, ведь прививал давно, может еще выше, может быть, вот эти выше прививки, ну, вот это-то точно ниже прививки, вот это вот, нижняя ветка, или на месте прививки, то, что называют химерой, но я смотрел, и эта ветка, и вторая, и третья, и четвертая, даже так, которая, ну, никак, вроде бы, академику не принадлежит, дали шестидесятиграмовые плоды, что это, если химера, то почему она до сих пор жива, а? вот это уже по ходу, то есть, чем ниже прививка, а я с чего начал, мы берем нижний фрагмент, это самое ценное, что есть в отрезанной ветке, вот и результат, вот это все однолетки, это не полный год, это не полное лето, вот, а это интересное другое, но он не удержался, это тоже один год, она большая, она полтора метра, но главное не в этом, я-то прививал две почки, а получил, у меня есть лучшие фотографии, но не нашел, более еще ярко, раз, два, три, четыре, пять, шесть, в общем, представьте себе, что на голом месте появилось 15, почек, причем в ветках, причем почек не было, их просто не было, и так перед нами, поздравьте меня, химера, но это отдельная тема, которую мы с вами будем изучать, вот это тоже однолетняя, это мой друг, помощник, Юра, это, ну, у него, метр восемьдесят, ну, считайте, это тоже, это с него уже, это тоже прививка такая, ну, Елена Санна, какая бы ни была родственника, вот, спортсменка, красавица, студентка, все как в кино, вот, ну, теперь смотрите, что можно вырастить за пару лет, а вот это мой старый снимок, ну, удачный получился, вот, понимаете, как получилось, ну, просто удивительно, вот, вот такие просто, если соблюсти закон соподчинения, почек, выдуманный, железом, не замеченный, естественно, наукой, вот это, вот это результат, помните, за почкой номер пять, подвое, должно следовать, почка номер шесть, прибоя, да, Александр? Ну, а грустно, у меня осталось мало времени, пользы-то должна быть, и так, при высшей ленты, больше не будет никогда, и вот, когда, это, Анатон Валерьевич, Сафронов, гражданин Сафронов, вы сказали, больше никогда не будет, именно теперь, когда кончилось, народ проснулся, мы тогда с трудом продавали, двадцать, тридцать, ой, а всех просто не будет, в утешении, значит, вот это вот, было дело, в Челябинске, меня пригласил, этот самый, Степанов, генеральный директор, крупнейшего плодопитомника, НПО Россия, вот, мне не, а я же, должен был, как показать себя, что, зря, что ли, это, ну, как, как сказать, оправлять поездку, если сам генеральный директор, искал мои чемоданы, и сидел в гостинице, платил за меня, за гостиницу, возил каждый день, и прочее, и прочее, я сказал, давайте я найду, настоящую ленту, полиэтиленового, низкого качества, она просто сопля, и мы поехали, дали мне девятку, дали сопровождающую, вот, одного из этих, из мастеров, кандидата наук, фамилию уже забыл, вот, я нашел, в первом же магазине, во втором, хозяйство, вот такое рулонище, я говорю, да покупайте этот рулон, не пожалеете, у вас будет выход годного больше, вот, потом, я думаю, я не драк ли я, я, сколько сейчас, даже тяжелое, я попросил отмотать, 20 метров мне, мне отмотали, сложили, я заплатил, это мне, и на их девятке, я привез себе в гостиницу, вот, потом отрезал кусок, и сказал, привез, и показал Степанову, показал его мастерам, говорю, покупайте, не пожалеете, но они покупать не стали, якобы у них годного 76%, их это устраивало, бригадира, говорю, сколько у вас приживаемость, 76%, я запомнил эту цифру, вот, и теперь вам показываю, но, в Саногорске, во всех хазмагах, она исчезла, замена прекрасная, это, тоже полихлорганиловая лента, та, которую закрывали кушетки, где мы садились, ожидая очереди к врачу, и эти же кушетки закрывались, закрывали ими операционные столы, вспоминаем, потом они исчезли, я звонил сам уже, когда в отчаянии, когда мне нечем было прививать, я в отчаянии звонил, в склад, аптекарский склад, в Саногорске, мы перестали их выписывать, потому что на них нет спроса, а потом появилось вот это вот чудо, в продаже, вот, значит, это называется, саморазрушающая пленка, как же она называлась, по-моему, черенок, а еще есть другое название, я попробовал, думаю, нет, не годится, но решил проверить, действительно она саморазрушается, то есть я обмотал, а снимать не надо, самое счастье, вот, несколько деревьев, ну, я же испытатель, несколько деревьев я вот так вот взял, вот так вот обмотал, никуда она не исчезла, пришлось мне снимать самому, поздней осенью, оказалось, на солнце, где она не разрушается, теперь ее качество, вдруг меня берут, дарят ее, один известный создаватель Сайногорска, я еще удивился, что ты сам-то не пользуюсь, он взял, мне подарил, а Милю говорить не буду, тут какая-то хитринка, вот, ну, правда, уже без названия, вот это она же, то есть убрали эту, оберзку или как-то, упаковку убрали, ну, я просто беру и показываю, сопля, вот, почему, потому что ее продолжают продавать, а так как вы городец, люди покупают, эти сопли, обматывают, она сразу теряет, тут же приобретки, она теряет сразу свои, так называемые, как это сказать, упругие качества, а вот эта пленка, что на экране, ее как обмотал, она так и держит, вот так, как будто держит его, месяцами, вот это, да, вот эта разница, поняли, да, я не имел права это не сказать, потому что, последние недели, сговорившись, опять запросила, меня вот эту вот, поэтому я хотя бы таким путем, выкручиваюсь, совету даю, хотя, где вы будете доставать, не знаю, а, одно время продажи появились, скатерки, ну, не те, бумажные, или там, бывают бумажные скатерти, бывают типичные, я впервые увидел скатерти, это, когда мы тут же пленка, но только она здесь бледно выглядит, почему, ну, она немножко не такая, но тоже полихлормидиловая, ну, как бы сказать, более, не так маневаться, так вот, на нее берут рисунок, и говорят, скатерти все, и люди покупали, я, такую скатерть мне кто-то подарил, я посмотрел, не дурах ли, я порезу на ленточки, давай поливать, потом я сбегал в магазин, еще две скатерти таких купил, но они показались и последние, но у меня на полсезона помогло, то есть я нарезал с этих трех скатерок несколько сотен леточек, а резал так, вот так вот трубочку, и вот так вот резал, знаете, каждую, она получалась, когда вот так вот немножечко волны, она теряет, поверьте, потеряет свои качества, а когда вот так вот в рулончик смотал, а потом ножницы, раз вот это, вот так вот, вот этот, как его назвать, колбаску, раз, 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 получается ровненькая и крепкая, хоть чуть-чуть себя оправдал, я надеюсь, придется в какую-то порту, ну что, друзья, наше время сих пор.